здравствуйте коллеги с вами саков роман компания 1 маркет и рад приветствую вас на нашем новом видео сегодня обсудим итоги последних дебатов трампа отчеты intel отчеты тесла ну и в целом что происходит на рынках ну а перед началом напомню что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк а ваши вопросы оставляйте в комментариях это очень помогает для продвижения данного видео и я за это буду благодарен ну а теперь давайте посмотрим ключевое событие ну которые ждали по крайней мере на этой неделе это финальные дебаты но на самом деле все было в рамках той же риторики что было и в предыдущие разы и сейчас пройдемся по транскрипту для чтобы не еще раз затронуть те темы которых говорили и трамп и байден конечно не обошлось без совместных обвинений разговоров о коронавирусе разговоров о о том что байден может похоронить нефтяной сектор и все эти вопросы как раз обсуждались на дебатах небольшое отступление прежде чем мы пройдемся по ключевым темам данного события скажу что одна по одной из также версии которая существует на то что пока те не фактически опросы которые сейчас мы видим они могут быть далеки от действительности фактически то же самое мы видели 2016 году и велика вероятность то что в этих предварительных опросах опрошенные могли не отвечать так как они будут в действительности голосовать поэтому пока я думаю что списывать трампа со счетов меня еще рано ну фактически мы узнаем об этом скоро осталось чуть менее двух недель 3 ноября пройдут выборы и там как раз уже решится соответственно кто будет бы кто будет следующим президентом первое что затрагивали эта тема насчет коронавируса да то что в текущий момент уже у американцев умерло порядка 220 тысяч на свою очередь байден говорил о том что президент который допустил эту ситуацию не может быть президентом и соответственно оставаться на второй срок а свою очередь меня трамп заявил на это то что мы сделали все что могли и нам нужно научиться жить с этим до байдена это парировал что ну как можно с этим жить мы от этого умираем а также из ключевых тем которые были затронуты это и отношения в семье ну соответственно семьи байдена да то есть те коррупционные схемы которые были заподознен его сын и по поводу компрометирующих материалов которые тоже с ним связаны и безусловно об этом а также трамп говорил а также затронули опять тему с налогами байден сказал что покажи свои налоги да то есть докажи что ты в этом плане добропорядочен но в свою очередь трамп сказал что он платит платил миллионы налогов и соответственно как только закончится аудита только закончится официальный аудит он поделится информации с общественностью но важно тоже понимать то что а трампа прекрасно осознают и понимает как и необходимо действовать в текущей американской налоговой системе чтобы не оплатить по минимуму и безусловно конечно пользуются теми законами которые есть также как я уже говорил были затронуты ситуации с нефтью до на трамп сказал что если придет байден то он похоронит всю нефтяную отрасль что должно безусловно волновать его электорат но в свою очередь до байден также сказал о том что мы должны уже жить в новых новых реалиях соответственно сейчас на текущий момент пока по предварительным опросам как мы с вами видим и лидирует трамп но как и сказал то что это может быть далеко от действительности узнаем где 3 ноября а теперь от макроэкономические данных которые также вчера добавили позитив на фондовый рынок мы видели концу торговой сессии то что индекс s&p 500 подрастал от открытий фактически мы закрылись выше не а вышли данные по не шел джо был из клаймс число заявок на пособие по безработице она вышла лучше чем ожидалось прогноз был 871 тысяча вышел 787 это опять же дает пока определенный позитив но конечно это недельная недельная информация все это должно отслеживаться непосредственно в динамике но последнее последнее время мы все-таки видим небольшое улучшение ну точнее снижение в новых заявках на пособие а еще одни компании которые соответственно также порадовали рынке эта компания тесла которая сейчас ну и фактически является лидером одним из лидеров ну таких компаний такого масштаба роста в этом году компания заявила о росте выручки выручка выросла в третьем квартале на тридцать девять процентов это данный год году соответственно также увеличилась доходность операционная маржа выросла составила девять и два процента также увеличилось ли увеличились запасы кэша на практически 6 миллиардов квартал до 14 с половиной миллиардов ну а если пройтись по ключевым показателям а собственно здесь важно то что продажи ключевых моделей компания тесла также растут рост составил квартал квартал модель с 169 процентов рост или 4 процента год году да но в том году то все позже уже стали производить безусловно здесь рост год году не так актуален да и в свою очередь также модель 3 выросла 69 процентов квартал квартал и общий рост составил 76 процентов что тоже очень соответственно впечатляет ну и фактически важно отметить то что это еще один квартал прибыль для компании тесла и вероятно это повлияет на меня то что компанию все-таки смогут включить вындекс снт 500 когда будет следующий этап пересмотра поэтому отчет инвесторам понравился он выглядит очень позитивно очень оптимистично а поэтому здесь пока с точки зрения финансовых показателей все у компании тесла хорошо конечно мы можем посмотреть то что компания перекуплена да на фоне того хайпа который происходил и тех покупок которые были в этой компании но в целом я все у компании хорошо а вот компания intel не порадовал своих инвесторов они заявили о убытках но не об убытках а снижение выручка которые были получены и фактически все вчера на постмаркете акции компании упали на 10 процентов то есть тот небольшой рост который был последние пару месяцев он фактически полностью был от игры но вот или intel у меня тоже есть в портфеле вероятно сегодня уже с открытием рынка а закрылись мы вчера по 53 сегодня мы откроемся по 49 но это практически там по тем ценам которыми тоже в эту компанию заходил я соответственно здесь тоже важно отметить то что выручка снизилась составила 4 3 миллиарда что ниже на 28 процентов чем предыдущие кварталы то есть это 5 и 9 было предыдущие предыдущие кварталы но в целом в целом менеджмент компании видит позитив и все-таки они планируют закрыть год на рекордном уровне ну посмотрим удастся ли мы это сделать в четвертом квартале а также напомню то что та коррекция которая была компания intel она была связана с задержкой производством новых чипов но опять же в ходе как раз релиза компания заявила то что у них есть уже определенное движение в эту область еще одна новость связана с компанией intel это компания маккарфи которая делилась от компании intel и стала торговаться на ipo в адмирал маркетс на инвес счете эта компания также уже доступна и открылись вероятно не очень хорошо да то есть мы привыкли уже видеть все компании которые выходят на айпио сразу же видеть рост но и безусловно важно понимать что есть компании которые не начинают свою торговлю в публичном виде именно с коррекцией компания маккарфи просела на шесть половиной процентов но опять же пока делать какие-то выводы в этом отношении рано тем не менее компания выглядит так же довольно таки перспективной и безусловно также будем следить за тем как она будет продолжать отторговаться ну первый день был не самым оптимистичным но тем не менее пока это я еще ничего не значит ну а теперь давайте пройдемся по основным инструментам начнем с евро доллара евро доллар у нас корректировался последние две торговые сессии в целом у нас также сохраняется восходящая динамика и перспективы для поиска покупок здесь также не остаются вчера мы торговались закончили сессию коррекции сегодня также с открытия рынка мы также корректировались а вот сейчас уже на момент европейской сессии евро подрастает поэтому общий фонд также сохраняется именно восходящий по данной валютной паре а британская валюта также продолжает свое восходящее движение резкий импульс был получен как раз середине данной торговой недели мы видели движение в область целевых уровней по крайней мере для этой недели сейчас мы можем ожидать коррекцию завершение который также может послужить интересным точкам для входа нам продолжение как раз данной восходящей динамики а пара американский доллар канадский доллар а продолжает свое нисходящее движение то есть мы уже дошли до целевых уровень то есть минимальные значения которые мы видели в середине октября и следующей цели снижения это уже уход ниже отметки 1.30 на по часовому таймфрейму мы видели начало небольшой коррекции которая продлилась фактически два дня то есть американский доллар укреплялся как раз на фоне снижения американских индексов а сейчас уже мы видим предпосылки на продолжение нисходящей формации на стекущих уровней я заходить не буду так как мы уже находимся довольно таки близко к целевым уровням поэтому если будет уже боль затяжная коррекция то для себя я рассмотрю также вход по данной валютной паре а пара американский доллар японская и она фактически достигла тех целевых уровней которых мы говорили говорили ранее а подошли к области 104 27 собственно если бы здесь у меня не закрылась вот эта сделка по стоп-лоссу то до этих уровней как раз я бы позицию и держал но нового перезахода комфортного перезахода здесь не было поэтому здесь позиции не открывалась сейчас на продаже открывать пока не планирую только после коррекции если произойдет коррекция еще раз я в эту позицию по данной валютной паре обязательно зайду австралиец а по австралийцу также здесь я для себя рассматривал вход на продолжение роста мою позицию здесь выбило по по стоп-лоссу который был после этого уже рост продолжится в целом с точки зрения общего направления здесь сценарий он остался тот же самый но я не рассчитывал на эту коррекцию которая как раз была 20 октября рост как раз продолжится после вот этого дня но здесь в данном случае уже без меня у меня оставил отложенный ордер на еще один перезаход но цена не достигла домоевых целевых уровней сейчас уже данная ситуация не актуальна поэтому отложенный ордер я удалил и собственно продолжаю здесь наблюдать заходить в астралийс будут также после коррекции которые будут появляться новозеландец также в первую половину торговой недели выглядит довольно таки неплохо для входа на покупку выросли мы очень быстро как раз 21 октября отыгрывает то падение которое было накануне и собственно сейчас общая динамика восходящая то есть тоже здесь продолжается поэтому в целом не движемся в рамках тренда движемся в рамках той тенденции которая сейчас пребывает на рынке и движение к целевым уровням в область 6780 здесь уже на текущий момент реализуются золото пока продолжает постепенно повышаться да то есть мы видим этот тенденцию которую мы видели с конца сентября в октябре она пока продолжается золото продолжает планомерно подрастать собственность текущих уровней пока я заходить золото не буду здесь буду просто продать пока продолжать наблюдать но общая динамика здесь хранится восходящий поэтому если вы уже находитесь покупках то пока данная тенденция здесь себя преобладает но вот если мы уйдем ниже минимальное значение 14 октября эта область примерно 1885 долларов за тройскую унцию тогда еще одну волну коррекции здесь мы конечно можем увидеть но вот фондовые индексы в том числе европейские сейчас делают попытки восстановления пытается завершить вот так коррекция которая была последние несколько недель и сейчас мы видим уже на открытии европейской сессии индекс даст торгуется выше максимума в пятницу также дает а при посылке на поиск точек входа по данному инструменту то есть как раз вот на по дасту если мы сможем закрепиться как раз выше данной зеленой линии то есть выше максимума вчерашней торговой сессии то я для себя поставлю отложенный ордер и попробую также войти в даст нам продолжение роста пока данный сценарий еще не реализуются а снт также не в довольно таки неплохие уровни для входа на продолжение роста с целями обновления как раз локали к максимуму то исполнил вероятно что мы можем увидеть как восходящий рывок да по данному инструменту и собственно здесь явно для себя уже поставил отложенный ордер на случай как раз более повышенной волатильности то чтобы выделить последние последние несколько месяцев да и поставил в данном случае стоп лосс на пол процента ниже минимума который был как раз в пятницу поэтому для меня комфортный уровень для входа эта область 3300 3423 если мы на вероятно волатильности снизимся сюда то вот поясом и 500 по данному уровню я бы вашу то есть пока это фактически единственная сделка которая сейчас мы есть в виде отложенных ордеров и за которые я буду следить но присматриваясь еще куда сюда если мы сможем полноценно закрепиться выше максимум вчерашней торговой сессии по нефтемарке бренд мы видим постепенно и все-таки пока все еще боковик и движение боковике сохраняется то есть все то что мы видим то движение которым видим в течение октября и сейчас с точки зрения часового таймфрейма мы делаем попытки вновь восстановились не ушли мы ниже области 41 32 5 мая от нее отскочили теперь движемся на 43 и 44 пока данный боковик он по нефти не сохраняется довольно таки интересная неделя сезон отчетов и напомню продолжается но следующая неделя будет более насыщена как раз этими событиями читаются как раз крупные технологичные компании мы обязательно будем об этом рассказывать и об этом следить за этим следить а не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео подписаться на канал ваши вопросы оставляйте в комментариях и увидимся уже в понедельник и не продолжим следить за тем что происходит на рынке и освещать важное событие мы все ближе и ближе к выборам поэтому уже этот вопрос мы будем стараться освещать более менее более подробно в наших видео всем спасибо за внимание всем желаю хорошего завершения торговой недели хороших выходных и увидимся на следующей неделе